Антидепрессивный антидепрессант Антидепрессивный 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 антидепрессив естественно, можно так сказать, своего воздействия с одной стороны на серотонин, с другой стороны на норадреналин, при достаточно высокой селективности, при минимальном воздействии на, ну, как у трицикли, в отличие от трицикликов, да, ну, с кариновый, дофаминовый рецептор, алиновый рецептор и так далее, XL, конечно, отличается весьма и весьма привычной переносимостью, то есть переносимость по сравнению с трициклическими антидепрессантами, да, и с рядом ингибиторов реактейка серотонина, СИОС, широко известных у него, весьма и весьма хорошее. Особенностью этого препарата является то, что XL, являясь селективным ингибитором обратного захвата серотонина и норадреналина, относится к активирующим антидепрессантам, их не так много. Собственно говоря, к тому моменту, когда вот эта вот группа возникла, СИОЗа СН, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, большинство фармацевтических компаний пришло к тому, что наиболее перспективным направлением стали считаться сбалансированные антидепрессанты, то есть без седативного и без стимулирующего действия. И основная масса и СИОЗа СН, и СИОС сейчас именно сбалансированные антидепрессанты. Вот XL, в отличие от большинства препаратов этой группы, это антидепрессант с активирующим действием. Правда, надо заметить, что активирующие действия у него все-таки достаточно мягкие, то есть если сравнивать его с трицикликами, мелепрамином тем же самым, препарат действует весьма и весьма мягко. По крайней мере, такой резкой активации, которая чревата инверсией фазы при биполярном аффективном расстройстве, который может вызывать резкое усиление, допустим, на той же самой шизофренической симптоматике при шизофренической симптоматике, все-таки я бы сказал, что у XL вот такого мощного резкого активирующего действия все-таки даже и нет. Даже если сравнивать его со сбалансированным по типу действия по ксилам, то я бы сказал, что XL действует гораздо более мягко. Антидепрессивная сила этого препарата, ну, вот здесь сказать достаточно сложно. По исследованиям он вполне сопоставим с другими препаратами этой же группы и с другими препаратами группы СИОС. Но, в общем и целом, я бы сказал, что антидепрессивные действия у него все-таки, ну, так, чуть-чуть ниже среднего для этой группы. Конечно, это субъективное мнение, поскольку абсолютно достоверно вот так определить, что у этого сила там препарата 100%, у этого 90%, а у этого 75% невозможно. Но по ощущениям от той практики, которую я имею, которую вот я назначал этот препарат пациентам, все-таки антидепрессивные действия у него не очень сильные. Хотя, опять же, как вот по ощущениям автора этого вопроса, в отдельных случаях он может работать гораздо лучше, чем даже более мощные антидепрессанты. В итоге мы, как всегда, приходим к такому заключению, которое уже неоднократно формулировалось, что антидепрессивная терапия должна подбираться и, безусловно, индивидуально. И, конечно, тактика, когда используется фактически только один и тот же препарат, там или два-три наименования препаратов, да и зачастую, в общем-то, из одной группы, к сожалению, вот эти вот самые трициклики, хотя, в общем-то, очевидно, что это уже серьезно устаревшие группы, все равно продолжают назначаться, почем зря, и в амбулаторных условиях тоже, что, конечно, не является оптимальным вариантом. Поэтому, если говорить об Экселе, резюмировать, что можно сказать? Полимодальность воздействия серотонинового адреналин, активирующие действия, ну, чуть слабее, может быть, среднего или среднее антидепрессивное действие по мощности, хорошая переносимость этого препарата. Вот, собственно, плюсы, ну, и незначительные минусы этого средства. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале, на портале YouTube.com. Спасибо за внимание, всего вам хорошего.